Приветствую всех! Вы смотрите передачи в один уголки Москвы. Вот такой страшный, можно сказать, пейзаж открывается. Но это не зона, это не что-то такое ужасное режимное. Это просто проход от большой набережной улицы в сторону канала имени Москвы. Вот здесь находится седьмой шлюз на канале Москвы. И вдоль него есть такая территория, можно сказать, прогулочная. Здесь просто мост, который соединяет Большую набережную улицу и Иваньково на другом берегу канала имени Москвы. Единственный проход фактически здесь. Туда дальше Иваньковское шоссе, береговой проезд. Там разные таунхаусы, такие поселки для богатых людей очень много. Когда-то была деревня Иваньково. И это шлюз, вот как раз этот седьмой шлюз. Технические сооружения, кстати, довольно красивые. Это все на канале имени Москвы, который был сооружен в 1937 году. Сейчас тут все огородили, видите, сеткой. Когда-то были открытые пространства. Можно было прямо смотреть в открытую, ничего не было огорожено. Ну вот, несколько лет назад такие вот создали фактически по-чезоновские такие вот ограды. Вот, ну якобы и соображение безопасности, чтобы туда никто там, скажем так, не упал и не ушибся часто насмерть. Ну на самом деле, естественно, это все делается просто для устрашения, ну и вообще для, скажем так, подавления людей. Вот, естественно, что это все совершенно безопасности, в общем-то, имеет, ну мало отношений. Вот, ну вот такой проход. А мы идем дальше, соответственно, от этой вот посмотрели мы на вот канал Москвы. А теперь сейчас вдоль него пойдем, это вот Большая набережная улица. Здесь, как видим, справа находятся жилые дома, слева все огорожено бетонным забором. И это как раз территория, межшлюзовая территория между седьмым и восьмым шлюзами. Ну, в основном, это территория, правда, примыкающая к седьмому шлюзу. Ну, а как раз вот между седьмым и восьмым мы сейчас пойдем как раз вот по такой искусственной насыпи, по которой здесь проходит канал имени Москвы. Вот тут Большая набережная улица поворачивает в сторону улицы Свободы и Тушинская улица. Вот здесь она поворачивает. Туда дальше идет в Тушино, в сторону Тушино. Ну, а это район Покровской встречной. Ну, когда-то, правда, это еще старая Тушино, конечно, был город Тушино. Здесь в советское время был Тушинский район здесь находился. Ну, а сейчас, поскольку районов стало намного больше и их разделили на части, то, соответственно, сейчас эта территория относится уже к району Покровская встречная. Ну, а округ 11 евро западный. Вот еще сохранились советские гаражи такие, вот видите, пеналы. И удивительно, как они сейчас сохранились. И здесь как раз вот после огороженной территории, вот этим бетонным забором территории шлюза, как раз и есть проход непосредственно к каналу имени Москвы. И там вот есть прогулочная дорожка, ведущая вплоть до Волоколамского шоссе, по которой сейчас мы как раз и пойдем вдоль канала имени Москвы. И, несомненно, это тоже такой небольшой зеленый уголок. Ну, правда, зеленение здесь может быть не очень большое, хотя оно тоже, конечно же, есть. Вот. Ну, это, так сказать, так называемая охранная зона, территория прилегающих к каналу имени Москвы, между жилыми домами, которые мы только вот там находимся, по большой набережной, и вот этим каналом имени Москвы. Территория не очень большая, я имею в виду не очень широкая, но при этом она довольно длинная. Ну, там туда не пройдешь, там как раз ограда и вход на территорию шлюза, видите, калитку, там все запретные зоны, туда дальше прохода нет. А здесь вот можно как раз пройти. И вот, видите, там на предположенном берегу, вот там как раз и Баньково, и Таунхаус, и Покровский берег, и другие, в общем, там Никольский тупик находится, и все остальное, там сейчас богатые люди живут. А здесь вот, видите, такая тоже еще территория, вот, ну, собственно говоря, примерно такая же, как вот корабельный проезд, просто может не так хорошо озелененная, вдоль канала вот этого красиво, где как раз еще вот сохранился такой старый уголок старой Москвы, ну, отчасти старый, конечно, может там не какого-то там XVIII-XV века, потому что тогда еще здесь было Подмосковье, никакая не Москва. Но еще я имею в виду незахваченным, так сказать, благоустройством собянинским, да, где еще вот остались места, такие вот, куртины, да, еще обильно цветущие, со множеством растений, с зеленью, ну, где, скажем так, еще нет плитки, да, здесь вот люди часто загорают, какие-то вот тут уже спуски, может даже купается кто-то, хотя, в принципе, купаться в канале Москвы запрещено здесь, по крайней мере, ну, за небольшими там исключениями, тем более в черте Москвы, ну, может, вот и надо и купаться, ну, загорать иногда загорать, здесь я видел людей, видите, якорь бросать тоже здесь нельзя, ну, это и понятно, здесь нет пристани, ну, вот видите, кто-то здесь хорошо перекусил, вот, и, в принципе, можно здесь вот так вот идти, идти туда вплоть до парка на речке Химкина, который мы уже гуляли в прошлом году, я его показывал, вот, купаться, как видим, нельзя, соответственно, знаку, вот, и, соответственно, а на той стороне находятся раз две больницы, одна больница гражданская авиация, вот как раз перед нами, а туда дальше, уже ближе к Волоколандскому шоссе, это больница РЖД, российской железной дороги, ну, бывшая больница МПС, то есть железнодорожная, это ведомственная больница, железнодорожная и вот эта авиационная гражданская авиация, вот, ну, и специально, видите, в таких местах строились, чтобы именно живописное место было, озелененное, на канале, чтобы такая вода была рядом, ну, специально все это делал, в советское время они были построены, все эти больницы, ну, тогда же, когда и канал появился, ну, чуть попозже, правда, ну, видите, тут кто-то тоже расположился на отдых, в тенечке, видите, такие, кстати, что и хорошо здесь тоже, что очень много тенистых мест, то есть вот идешь, и здесь, вот, смотрите, много деревьев взрослых еще осталось, и здесь, вот, красивые газоны, прям, иногда по пояс, прям, трава тут ее не косят, и очень красивые виды, живописно, и, в общем-то, много тенистых мест, вот туда дальше можно, вот я сейчас иду по берегу, да, вот я сейчас, вот, можно сюда пройти по центральной, как бы, части, да, идти, вот здесь, прямо по центру, между домами и каналом проложена, вот такая вот дорожка, она тоже на всем протяжении идет, вот, то есть можно идти вдоль берега, а можно идти вот по этой дорожке, прям туда вот идти, вот она, правда, единственная, здесь проблема в том, что она, тут много камней на ней, вот она, ну, во-первых, она грунтовая, ее, конечно, немножко развозят, когда, особенно сильные дожди, и, кроме того, также здесь камни какие-то постоянно попадаются, поэтому идти по ней не очень комфортно, но в то же время, зато, естественная территория, в принципе, очень, такая, живописное место. Здесь, единственная, вот такая, в общем-то, пожалуй, одна такая большая проблема, это то, что здесь вообще нет скамеек, то есть совсем нет, вы будете идти на всем протяжении, там, больше километра, и при этом вообще не встретите ни одной скамейки. Вот в этом, конечно, действительно, неудобство, потому что хочется посидеть, вот это все посмотреть, не стоя, сидя. Ну, а, как видите, все, как, вроде же, так живописно, ну, а скамейки нет ни одной, даже ни на солнце, ни в тени, поэтому единственная возможность, это просто, скажем так, вот сесть на берег непосредственно канала, на травку, вот, и посидеть. Ну, опять же, если не жалко одежду, или тогда надо брать с собой какой-нибудь, соответственно, простыню, ну, в общем, какой-нибудь там, не знаю, покрывало, да, чтобы можно было постелить и на него уже сесть. Ну, вот видите, люди сидят, а что делать остается, да, ну, вот загорает заодно и наслаждаются живописными винами. Видно, здесь действительно живописный. Виде много зелени, она прям поступает почти к самой воде, вот, и в этом плане здесь, конечно, очень хорошо. Ну, вот здесь туда дальше, вот можно прям непосредственно пойти, вот там уже паркинки скоро будут начинаться, ну, вот, видите, еще сидят люди, ну, вот, приходят сидеть, так сказать, только на заднице, по-другому не получается. Ну, тут, что там, не надо заходить, всякие запретные зоны, поэтому, в общем, купаться там и все такое. Ну, а так, конечно, погулять можно. Да, вот тут уже, видите, появляются такие плиты, причем я такой, они довольно старые, еще с советских времен довольно глубоких, наверное. И тут еще лежат эти, когда-то еще, видно, положили эти такие вот, такие блоки плиты, да, как бы, которые, ну, я так понимаю, ну, ведь специально, чтобы машины сюда не ездили. Ну, наверное, как-то они, да, вот, сохраняют, чтобы берег не размывало, да, чтобы так вот такое устойчивое покрытие. Ну, и так оставили. В итоге они, конечно, там уже во многом взросли землей, покрошились там, ну, в общем, где-то их вообще нету. Как-то так. Он еще сидит. Ну, в общем, видите, около воды тут народ немножко отдыхает. В жару здесь народу, в общем, бывает, ну, никогда много не бывает, но, в общем, народ здесь всегда присутствует. Ну, естественно, у нас там с окрестных домов, кто вот рядом находится, по большой набережной, там, по свободе, приходит сюда вот. Вот так особо редко кто приезжает сюда из других районов, тем более и как, откуда-то издалека. Ну, потому что мало кто вообще знает о существовании вот этой территории для отдыха. Ну, в целом, да, как-то, в общем, нигде она особо не упоминается, что многие даже вообще не в курсе, да, что такие красивые места. Вот, и можно вполне погулять. Все-таки реклама, как говорится, двигатель, да, интереса. Ну, если нету рекламы, да, если где-то не упоминается, то народ и не знает. Если вон Сокольники везде упоминается, да, там другие парки красивые, такие большие, московские, то, да, народ и прется. Вот, а если этого нет, почти нигде. Ну, значит, вроде как, как будто боевые нету. Ну, там больница как раз железнодорожная. А чуть подальше туда, вот ближе к Иваньковскому шоссе, там уже гражданская авиация тоже в больнице. Ну, они, естественно, это разные территории, но они примыкают друг к другу, там у них фактически одна общая такая разделительная граница. Ну, вот там гражданская авиация, железнодорожная. А там Сосновая аллея как раз проходит. Она между Сосновой аллеей и Волоколамском шоссе, и каналом Москвы находится. Так что здесь гуляют в основном местные. Ну, вот. А так может, естественно, приехать любой человек. Ну, такие плиты, видите, тоже они специально. То, чтобы это специально сделано, эти плиты, чтобы, ну, скажем так, не было оползней, да, чтобы удержать землю, чтобы она не сходила в воду туда, да, чтобы не было обрушения вот этого всего. Поскольку канал все-таки тут по искусственной насыпи проходит, то, чтобы как-то сдерживать эти процессы эрозии, разрушения и схождения, да, вот этого, так сказать, берега, да, вот этого искусственного. То есть, сделали специально эти как бы подпорные плиты. А вот там уже как раз вот это вот и есть парк на речке Химки. Помните, мы там были в прошлом году. И вот как раз можно спуститься туда. То есть, можно идти здесь, вот прям непосредственно по берегу, а можно спуститься туда. То есть, ну, можно и так, и так, да. То есть, можете погулять по парку. Но он, кстати, такой очень приятный, хороший, действительно, настоящий парк. Хоть и маленький, но довольно приятный. Там действительно речка Химков протекает. Вот, можно, допустим, там погулять, потом подняться сюда. Там лестница есть. Я сейчас покажу как раз, когда в конце буду сходить по ней. И покажу лестницу, и можно поднять и так, и так. Это как бы верхний такой уровень парка, да. своего рода как бы тоже здесь немножечко продолжение парка идет вот и можно туда спуститься то есть и так и так ну и там уже видите показались у нас пока он потихоньку верхняя голова 8 шлюза и там он идет строительство эти краны работают строительство новых корпусов инфекционной больницы на вулкан скажу что еще одна больница только же по другую сторону вот а лампки и там уже все запретные территории то есть пройтись можно только где я сейчас иду делать мы видели там а мы сейчас идем от как раз от 1 от 7 вот седьмого шлюза и до восьмого вот эта территория как бы такое межшлюзовая и вот здесь только и можно пройти а дальше туда уже там хода нет там все будет огорожено так что в любом случае не пройдете даже если захотите ну так что видите здесь сразу несколько больниц раньше все было психиатрической больницы номер 12 но сейчас ее присоединили к инфекционной она как бы часть это филиал инфекционный то есть и как бы ликвидировали еще была не столько больницы сколько медсанчасть ну тоже по сути там на улице габричевского тоже между волоколамка габричевского и врачебным проездом тоже еще одна была как медицинское учреждение но но как бы сейчас там тоже но сейчас там все разербанено на всякие частные медицинские центры а раньше был единственный как в больнице я в основном военных работников но для ламасантея там оборонных заводов лечились там сотрудники так что получается таких вот пять целых вот медицинское учреждение таких территорий было здесь вот на небольшой в общем-то целом территории местности ну а сейчас вот осталось уже ну что-то осталось да получается некоторые просто потеряли самостоятельность часть перебазируется от ржд сейчас тоже это частное учреждение считается ну со всеми вытекающими но инфекционный вот осталось да еще государство у гражданская авиация вроде пока тоже действует пока еще не часто но на корпоративно но не часто но такие тоже попадаются дорога не очень кстати хорошая но эти вполне можно но тоже попадаются на такие выбоины так смотрите под ноги чтобы не упасть не пускай не сказать много себе ни слова там дальше все там охранной территории уже дальше не пройдешь вот видите как раз голова фланкируем такие таким декоративным всяким постройками как раз шли ну вот такой канал красивое живописное место поэтому тело то любит как раз такое немноголюдие видите людей почти нет здесь вот лесенка вот о которой я говорил тут я чуть-чуть еще немножко можно туда пройти вот верну там до ограды и дальше вот по этой лесенке спуститься непосредственно полкованском а там дальше вы видите труба вот по ней можно пройти и выйти к трамвай номер шесть к остановке каналами и москвы и дальше доехать уже до метро сокола или щукинская вот так что все здесь довольно достаточно легко потому что это принципе довольно далеко от метро находится территория от любых станций метро ну зато есть трамвай есть там еще автобусы на руках чуть подальше одну установку про эти там уже и автобусы есть полноции так что уехать можно далеко вот такая вот труба вот она и вот и а здесь спустился справа это парк на речке химки тоже можно погулять но мы уже гуляли здесь поэтому еще раз показывать не буду ну так освежить в памяти как говорится вот направо ну все так что очень место такое хоть и достаточно специфическое ну может не для всех но в целом довольно интересно для прогулок поэтому в принципе я бы рекомендовал здесь побывать там на корабельном проезде здесь вот тоже на большой набережной улице вдоль канала москвы пройтись интересные территории красивые